Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к 19 главе книги пророка Езекиеля. 19 глава и по литературной форме, и по содержанию, в общем, выбивается из контекста, потому что и предыдущие, и последующие главы устроены по-другому и говорят про другое. Здесь же мы видим своего рода плач. Стихотворение не слишком длинное и очень-очень образное, в котором говорится о гибели, по-видимому, царя Ихонии, или наместника Ихонии, говорится о гибели тех, кто после вавилонского плена, простите, после вавилонского завоевания, конечно же, вот остался управлять жизнью земли Израилевой. Часть угнали в плен, часть оставили там. И вот здесь эта глава начинается словами «Подними плач о князьях Израиля». «Подними плач о князьях Израиля». И князья Израиля, происходящие из дома Давида, здесь предстают перед нами как львята, которые по очереди один за другим возрастают и становятся сильными львами. И вот возрастает один из царей, как сильный лев, и услышали окрестные народы, и пойман он был в ямы, в цепях отвели его в землю египетскую. Через некоторое время другой львенок, вернее, другой львенок сделался молодым львом, научился ловить добычу. И, видите, он оказался другим, не тем сильным и свободным и счастливым зверем. Он научился ловить добычу, ел людей, осквернял вдов, города опустошал, опустилась земля от рыканье его. Тогда восстали на него народы и посадили его в клетку и отвели к царю Вавилонскому. В этом плаче, помимо плача о том, что вот эти вот юные львы были прекрасными, сильными и гордыми животными. Ну, там, да. В программе «В мире животных» про таких много рассказывает. Кроме этого, речь идет о том, что жестокость, приверженность насилию, они все равно приводят к своему результату. Вот этот вот новый молодой лев, очередной князь из дома Давидова, восстали на него народы, потому что он опустошал их города и земли и посадили его в клетку на цепи. И это тоже должно обратить на себя внимание. Величие определяется не брицанием мускулами. Величие определяется, несешь ты людям, а которые рядом с тобой живут добро или нет. Теперь, дальше, в заключительной части этой девятнадцатой главы речь идет о еще одном образе. На этот раз образ вот какой. Династия, династия потомков Давида представлена, как такая виноградная лоза. И были у нее ветви крепкие для скипетров властителей. Поднялся ствол ее, но, тем не менее, династия погибла. Династия погибла. Вышел огонь, пожрал эти самые сухие ветви. Вышел огонь из ствола ветвей ее и пожрал плоды ее. Не осталось на ней ветвей для скипетра властителя. Значит, речь идет о том, что вот на протяжении нескольких столетий дом Давида царствовал в народе Божьем и в Северном царстве, и в Южном, и в Израиле, и в Иуде. И в конце концов эта династия кончилась. Кончилась. Хотя остались какие-то князья из боковых ветвей этого дома, но вот этот период истории кончился. И кончился он не без вины самих этих князей. Не без вины. И вот ушла эпоха, начинается что-то вообще другое, вообще другая жизнь. Здесь есть о чем горевать, а о чем плакать. Продолжение следует...